Что прячутся за приветливой улыбкой граждан Поднебесной? Нелегальных мигрантов обнаружили в Динском районе. Кто-то в гараж бежит от жены, а кто-то прятать боеприпасы. Силовики нашли у краснодарца склад гранатомётов. Разозлил хозяина до звериной жестокости. Ну сразу же вышла, посмотрела, что щенок лежит без движения, не шевелится. Только скулит. В Новороссийске вынесли приговор мужчине за жестокое обращение с животными. В эфире девятого программа «Что случилось? Какие криминальные события произошли в крае за минувшие сутки?» Расскажу вам я, Инна Волкова. Здравствуйте. Житель Краснодара превратил свой гараж в настоящее хранилище боеприпасов. Три гранатомёта РПГ-26 нашли оперативники ФСБ. Специалисты исследовали находку. Оказалось, что оружие находилось в снаряжённом состоянии. Металлический каркас гранатомётов покрыт коррозией. По всей видимости, боеприпасы лежали в гараже долго. Их отправили на криминалистическое исследование. Экспертам после изучения находки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. ФСБ. 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 Эксперты установили, что все снаряды боеспособны. В любую минуту они могли взорваться. К счастью, этого не произошло. Арсенал уничтожили сапёры. За торговлю оружием мужчине может грозить до 4 лет тюрьмы. А вот в Краснодаре боеприпасами не торговали, но шумихи от этого меньше не стало. Два минометных фугаса времен Великой Отечественной войны строители случайно откопали на окраине города. На пересечении улиц Южной и Нефтезаводского проезда они готовили котлован под фундаментом многоэтажки. На двухметровой глубине рабочие заметили ржавые боеприпасы. Строители сообщили полицейским. Стражи порядка тут же приехали к месту опасной находки, оцепили территорию и эвакуировали жильцов близлежащих домов. На место выехала наша группа, было выставлено оцепление. Там сейчас работают взрывотехники и данная стройплощадка обследуется на предмет подобных опасных находок. Не исключаем, что в земле хранятся еще такие же снаряды времен Великой Отечественной войны. Столь экстренные меры оказались не случайны. После того, как эксперты обследовали боеприпасы, пришли к неутешительному выводу. Фугасы еще боеспособны, несмотря на то, что больше полувека они пролежали к земле. Сейчас решается вопрос об уничтожении взрывоопасной находки. Подростки на дорогах с приближением осенью. Эта фраза для водителей звучит все более тревожно. ДТП с участием детей неминуемо растет, отмечают автоинспекторы. В нынешнем году, по сравнению с прошлым, число аварий увеличилось на 10%. Почему, разбиралась Анжелика Ефимова. Авария произошла прямо здесь, на пересечении улиц Северная и Красная. Накануне около 9 часов вечера. 26-летняя девушка и 14-летний школьник, дождавшись разрешающего зеленого сигнала светофора, начали переходить дорогу. Пешеходов сбил 24-летний водитель отечественной «семерки». Позже он сказал полицейским, что спешил и решил проскочить на красный. Девушки закрытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга и ушиб голени. Ребенок, мальчик 99-го года рождения, находится на лечении в детской краевой больнице с диагнозом сотрясение головного мозга. Статистика ДТП с участием несовершеннолетних неутешительная. На Кубани за 8 месяцев произошло более 350 аварий. Не дождались скорой помощи или скончались на месте от полученных травм 28 детей. Одно из шокирующих ДТП произошло в краевой столице на улице Герцена, когда мини-купер на пешеходном переходе сбил 12-летнего ребенка. От удара девочку отбросила под колеса проезжающего мимо автобуса. Школьница погибла на месте. А в станице Старокурсунской водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку, которая шла по обочине. Каждый год сотрудники ГИБДД проводят десятки акций для школьников, разъясняя правила дорожного движения. Дорожники всеми возможными способами, разметками и знаками пытаются привлечь внимание автомобилистов. Только в Краснодаре на эти цели потратили 40 миллионов рублей. Все пешеходные переходы, разметка, наносятся толстослойным пластиком красно-белого цвета. Это первое. Знаки дорожный и пешеходный переход устанавливаются на желтом фоне. Это более тысячи знаков. Дорожная разметка, дети и ограничение скорости 40 км в час наносятся пластиковыми готовыми формами кожи красно-белого цвета. Дорогостоящая разметка и другие профилактические меры – действия вторичные. По мнению полицейских, число ДТП снизится тогда, когда все участники дорожного движения начнут соблюдать правила, что вряд ли произойдет. На перекрестке, где сбили двух пешеходов, продолжают нарушать. Водители наезжают на стоп-линию и пешеходный переход, а люди бегут под колеса на красный сигнал светофора. Анжелика Ефимова, Артем Лычко и Денис Акулов. 9 канал. Краснодар. В Успенском районе насмерть разбилась женщина на скутере. Еще два человека госпитализированы. По предварительным данным полицейских, предполагаемым виновником аварии стал водитель мопеда. На перекрестке женщина выезжала со второстепенной дороги на главную и собиралась повернуть. В это время по правой полосе двигалась Мазда. Женщина за рулем скутера пренебрегла судьбой и посчитала, что успеет проскочить перед иномаркой. По всей видимости, водитель Мазды пытался уйти от удара и стал выезжать навстречу. Но было слишком поздно. Мазда врезалась в мопед, а затем продолжила путь по встречной полосе. Там иномарка сошлась в лобовом ударе с Польсвагеном. Из-за столкновения с легковушкой скутер буквально разлетелся на части. Детали разбросало по всему перекрестку. 42-летняя женщина погибла еще до приезда медиков. Пострадавших водителей иномарок госпитализировали. Нашел кошелек, а вместе с ним и неприятности. В Ейском районе стражи порядка поймали сбудчиков фальшивок. В одном из местных магазинов он пытался купить продукты на поддельные 500 рублей. Продавец разглядел олиповые деньги и сообщил о правоохранителе. Мужчину задержали в кошельке злоумышленника. Оперативники нашли еще пять фальшивых купюр достоинством в 1500 рублей. Следственным отделом ОМВД России по Ейскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Мужчина уверял полицейских, что кошелек с поддельными деньгами он случайно нашел на улице. В содержимом бумажника он сразу распознал фальшивки, но выбрасывать их не стал. Теперь стражи порядка ищут настоящего хозяина кошелька и создателей фальшивых денег. А задержанному грозит до восьми лет тюрьмы. За звериную жестокость в Новороссийске наказали человека. Служители Фемиды вынесли приговор Виктору Батурину за то, что он покалечил щенка. Несчастное животное в июле этого года мужчина выбросил из окна своей квартиры, которая находится на шестом этаже. Очевидцами без жалостного поступка стали соседи злоумышленника. Ну сразу же вышла, посмотрела, что щенок лежит без движения, не шевелится, только скулит. Из-за удара о землю щенок сломал задние лапы. Жильцы дома остались неравнодушными к покалеченному животному. Они собрали деньги на его лечение и нашли ветеринара. По словам Виктора Батурина, щенок вывел его из себя. Собака перекусила провод радиоприемника. Именно эту версию свидетелям удалось доказать в суде. Злоумышленника приговорили к 8 месяцам исправительных работ. Сейчас щенок чувствует себя лучше, он уже встал на ноги и может самостоятельно передвигаться. Облаву на теплице устроили полицейские в Денском районе. На территории овощной фермы в станице Новотитровской они искали незаконных мигрантов. Надо отметить, нашли. Работники из Поднебесной выращивали на кубанских землях огурцы. Квартиры или гостиничные номера для полевых сотрудников хозяин угодий не снимал. Жили иностранные рабочие там же, на ферме. Ютились они в постройках, которые больше напоминали карточные домики, покрытые рубероидом. Постояльцы довольно приветливо встретили нежданных гостей в погонах. Это было заметно даже несмотря на языковой барьер. Но за приветливой улыбкой нарушения в миграционном законодательстве не спрячешь. Полицейские нашли их, изучив документы иностранных рабочих. Было установлено и задержано 34 гражданина КНР, которые прибывают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В настоящий момент данные граждане переданы сотрудниками Федеральной миграционной службы для решения вопроса о водворении их с территории РФ. Сейчас полицейские разыскивают хозяина теплиц. Если окажется, что незаконные мигранты трудились на кубанских землях по его инициативе, то агрария ждет крупный штраф. Ему придется заплатить до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего. На этом наш выпуск завершен. Присылайте свои фото и видеоматериалы на наш электронный адрес sossobaka9tv.ru и станьте соавторами программы. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова